Ольга Курлаева, наша коллега, сотрудница ВГТРК, которая накануне была выдворена из Латвии, вернулась на родину. Причем депортация проходила по гораздо более жесткому сценарию, чем на днях, когда выслали ее мужа, журналиста другого российского телеканала. Они оба находились в Риге с частным визитом. И почему вдруг оказались в черном списке, могут только догадываться. О деталях депортации Ольга Курлаева незадолго до эфира рассказала нам сама. Ольга Герасименко продолжит тему. Ольга Курлаева пересекла границу поздно ночью. На КПП в Псковской области встречали коллеги. Позади часы неизвестности. Ее забрали рано утром прямо из отеля. Отвезли в полицейский участок. Позже отправили в миграционную службу. Аннулировали шенген. И перевели к нелегалам в миграционный центр в пригороде. Такие действия латвийской стороны удивили наших пограничников. В некотором роде все были шокированы происходящим. Потому что их больше всего, естественно, шокировал тот факт, что меня отправили в спецприемник для нелегалов. То есть это своего рода СИЗО. Это такая тюрьма для нелегалов, в которой я находилась. Лишь из документов, которые показали полицейские, Ольга узнала. Она угроза национальной безопасности Латвии. Правда, почему в МВД страны приняли такое решение, остается только догадываться. О задержании Ольга едва успела рассказать на бегу. Настолько торопили люди в форме. Она предлагала купить билет в Россию, самостоятельно отказали. Оставив без связи и собственной информации, что будет дальше. Первое, что мы забрали, это телефон, видимо, потому что информация уже отошла по лентам. Вы уже смотрели номер рейса? Мне даже не говорят, поеду ли я в аэропорт. То есть вам не сказали конечную точку назначения? Нет. Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения. Попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Советы Европы. Будем добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов. Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества. Но немыслимое для Латвии, как оказалось, может быть вполне себе обычным делом. Ведь всего за двое суток до этого из страны депортировали мужа Ольги Курлаевой, журналист телекомпании ТВЦ. Анатолия Курлаева полицейские остановили в торговом центре. С его слов показали бумагу о пожизненном запрете въезда в страну. И уже через несколько часов посадили в самолет. Ольге тогда сказали, можете оставаться. Как выяснилось, у меня запрет пожизненный на въезд с 15-го года в Ригу. Я, соответственно, этого не знал. Еще несколько раз туда умудрился съездить за эти с 15-го года, последние 3 месяца назад. Супруги Курлаева были в Прибалтике не впервые. На этот раз с частным визитом, а не по редакционному заданию. И почему вдруг сейчас они стали персонами Нонграда, признаются, не знают. Так как я законов никогда не нарушал, единственное, что мне приходит в голову, это то, что я снимал несколько фильмов здесь. Вот, наверное, после одного из них и был запрет. В 19-м году совпадает, как раз, когда я выпускал фильм про Прибалтику. Назовался «Натовый ворот» о жизни в Латвии и в целом отношения к России. Случаи с супругами Курлаевыми не единичны. В последние несколько лет в странах Прибалтики похожих историй можно насчитать десяток. Выдворяли журналистов Ри, РНТВ, «Звезды», «Россия сегодня» в неком неопубликованном черном списке. По данным СМИ может быть несколько тысяч фамилий россиян. Также выдворяли и иностранных журналистов. В Медроссии такие действия назвали зачисткой информационного пространства от неугодных СМИ. Министр же внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в эфире латвийского независимого телевидения признал, некий черный список действительно существует. Пересматривается раз в три года. И причины, по которым туда вносятся фамилии, не разглашаются. Ольга Герасименко, Светлана Трофимова, Денис Ларин, Первый канал.